Лаборатория станет универсальной площадкой для занятий студентов и научной работы ученых университета по направлениям пищевое производство и биотехнологии. Лаборатория такого профиля в ТГТУ функционировала и прежде, но недавно ее настолько дооснастили оборудованием, что впору открывать снова. Оборудование, которое здесь представлено, позволяет на современном международном уровне проводить научные исследования по этим же направлениям. Это те вопросы, которые связаны с развитием технологий по производству сахара, это вопросы, соответственно, биотехнологические составляющие по изучению водорослей и получению из них определенных субстанций и целый ряд других вопросов, которые здесь будут изучаться. Новое оборудование для нужд студентов и ученых вуза удалось приобрести при поддержке индустриальных партнеров. В лаборатории будут готовить молодые кадры для производств агропромышленного комплекса, а также вести научную деятельность по профилю. Мы проводим большой комплекс исследований, научно-исследовательских работ, которые позволяют оптимизировать отдельные стадии производства, потому что свекло-сахарное производство – это одно из крупнейших и сложнейших. Поэтому мы работаем в тандеме и помогаем производственникам. Технология каждого производственного процесса, качество и безопасность сахарного песка, а также исследование свойств и способов применения побочных продуктов производства сахара – материала для изучения в лаборатории достаточно. Свекольный сок после процедур диффузии и сатурации насыщения углекислым газом приходит сюда для исследования качества будущего сахара. Здесь измеряют кислотность и количество щелочи. Чем больше щелочи, тем меньше несахаров в продукте. На всех этапах производства сахара промежуточные продукты специальным образом исследуют. Вот этот густой сироп, напоминающий мед, называется утфель. Он состоит из сахарозы и межкристального раствора. Технологов интересует уровень вязкости утфеля. Вязкость нужно определять для того, чтобы, во-первых, понять, когда кристаллизовался сахар. Вот этот вот момент поймать нужно, потому что, соответственно, по требованиям необходимо, чтобы кристаллы сахара были небольшие, не наоборот мелкие, пыль, чтобы сахар подходил под госты. Во-вторых, при помощи сахара можно, при помощи вязкости можно определить количество сахара, соответственно, в утфеле. Открытие лаборатории – отличный подарок ко Дню российской науки. Праздник в университете традиционно отметили и вручением заслуженных наград. Лучших отметили в таких номинациях, как «Научный наставник года», «Лидер публикационной активности», «Женщина в науке», «Молодой ученый» и «Аспирант года». Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.